Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике УРЛ-Вегонзавода для ОАРМИИ России. 2 октября 2019 года ТАСС этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике УРЛ-Вегонзавода для ОАРМИИ России. Танк Т-72Б3. Источник изображения – Минобороны России. Специальный представитель УСПО военно-техническому сотрудничеству генерал армии Алексей Маслов об особенностях модернизации бронетанковой техники и потенциале перспективных образцов, создаваемых для сухопутных войск. Самый многочисленный по боевому составу, вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных сил Российской Федерации сухопутные войска России вышел на новый уровень развития и активно перевооружается. Оснащенность современным вооружением в этом году должна достигнуть 60%. Только за последние пять лет поступило свыше 12 тысяч новых и модернизированных образцов. И большую часть всей этой продукции разрабатывает и создает научно-производственная корпорация УРЛ-Вегонзавод, УФС, входит в госкорпорацию Ростех. Крупнейший поставщик в рамках гособоронзаказа выпускает для сухопутных войск примерно столько же бронетехники и различных артиллерийских систем, сколько практически вся остальная оборонка, каждый год более 800 единиц отправляется в войска, начиная с танков и заканчивая минометами. Мы, как никто другой, ближе к сухопутчикам. К день сухопутных войск 1 октября это и наш день, рассказал в интервью ТАС Алексей Федорович Маслов. Специальный представитель УФС по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов. Источник изображения – пресс-служба УРЛ-Вегонзавода. Танковая армада. Облик российского танкового парка строится с учетом географических и климатических особенностей, с учетом применения машин на различных театрах военных действий. Все это, по словам Маслова, определяет необходимость наличия в парке танков разных моделей. При этом за последние десятилетия существенно сокращена фрагментированность танкового парка. Если раньше в войсках помимо Т-72, Т-80, Т-90 были еще Т-55 и Т-62, то сейчас линейка сужается. На смену многочисленным модификациям Т-72 с 2011 года в войска начали возвращаться танки, прошедшие модернизацию, приведенные к единому облику Т-72Б3. Построено около 1,5 тысяч боевых машин. На них установлен новый дизельный двигатель мощностью 1130 ЛС, дополнительные элементы защиты башни, бортовых проекций и днища. Стоят современные системы управления огнем, обеспечивается всесуточность обнаружения, распознавания и наведения на цели на дальностях до 5000 метров, цифровые средства связи и некоторые другие, рассказывает генерал армии. Танки Т-72Б3 во время стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». Источник изображения – Гавриил Григоров, ТАСС. С 2018 года в войска поступают модернизированные танки Т-80БВ. «Модернизационный потенциал обеспечил повышение всех основных характеристик танка Т-80БВ – огневой мощи, защищенности, подвижной и командной управляемости», – говорит Маслов. Увеличена дальность стрельбы всеми типами боеприпасов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. Обеспечена всерокурсная защита машины от современных противотанковых средств. Снижен эксплуатационный расход топлива при работе газотурбинного двигателя на стоянке с включенной системой управления огнем. Также обеспечена унификация системы управления огнем танка с танком Т-72Б3. Поступают в войска и модернизированный Т-90М прорыв. По боевой эффективности они значительно превосходят своего предшественника, а модульность построения конструкции обеспечивает наращивание характеристик при последующих модернизациях. Т-90М обеспечивает паритет с перспективными иностранными танками, – говорит Маслов, танк Т-90М. Источник изображения – Сергей Бобылев, ТАСС. Мы уже подготовили Т-90МС, экспортный вариант танка Т-90М примечания. ТАСС, для иностранного заказчика, откатали, по решению Минобороны РФ провели опытно-конструкторские работы, ОУКР, и вышли на что? На хороший Т-90М. И сейчас в армии, насколько я понимаю, основным танком будет Т-90М прорыв, отметил генерал армии. Я бы не сказал, что танков в армии стало очень много. Наоборот, происходит унификация. На Т-80 поставили такую систему управления огнем, как на Т-90 и Т-72. То есть унификация 100% машины. А без Т-80 России нельзя, ведь он создавался для Севера. Алексей Маслов, специальный представитель УСПО военно-техническому сотрудничеству, генерал армии. Танкисты становятся геймерами. Появляется в танковых подразделениях и абсолютно новая многофункциональная платформа «Армата», на базе которой уже разработаны три машины. И не исключено, что в скором времени будут еще. Это не предел. Обкатаем. У нас ОКР идет по плану, потому что создание новой машины – это длительный процесс, говорит Маслов. Если есть какая-то необходимость, совместно с заказчиком корректируем в ту или иную сторону временные показатели. Обязательства предприятие выполняет в плановые сроки. По его словам, данные изделия, на платформе «Армата», станут основой танкового парка на десятилетия, а конструктивно заложенные возможности их модернизации обеспечат соответствие их вызовам на длительную перспективу. Танки Т-14 «Армата» – источник изображения, Сергей Бобылев, пресс-служба Минобороны РФ, ТАСС. «Армата» – это абсолютно новое конструкторское решение. Для танкистов там абсолютно новые условия ведения боевых действий. По большому счету они становятся геймерами. Экипаж видит все, но с использованием приборов. Раньше мы смотрели в командирский триплекс и прицел. Здесь психология для танкиста будет абсолютно другая. Они должны будут доверять приборам. Алексей Маслов – генерал армии. Поэтому нет сомнений, что к эксплуатации изделий на этой платформе надо подходить с ответственностью, чтобы сохранить высокотехнологичное, эффективное и дорогостоящие вооружение. Машины технически сложные, но в управлении достаточно простые. В них полностью учтено требование Минобороны, что их будут эксплуатировать военнослужащие срочной и контрактной службы, говорит Маслов, отвечая на вопрос, могут ли в будущем в танковых подразделениях появиться офицерские экипажи, в которых механиками-водителями Т-14 «Армата» будут офицеры с высшим военным образованием. Машина огневой поддержки. Еще одно детище корпорации УВС боевая машина поддержки танков – БМПТ «Терминатор», который с легкостью уберет все на своем пути от гранатометчиков и легкобронированной техники до танков – БМП и ПТРОВ. Большие углы наведения автоматических пушек способны поражать мишени на верхних этажах зданий, обстреливать низколетящие воздушные цели типа БЛА, вертолетов и даже самолетов. БМПТ «Терминатор». Источник изображения – Антон Новодерешкин, ТАСС. И к этой машине есть определенный интерес не только в России, но и за ее пределами. Одна из стран уже заказала партию БМПТ, которая будет поставлена заказчику в ближайшее время, говорит Маслов. Эта машина создавалась на базе Т-90, еще когда Алексей Федорович был главкомом сухопутных войск, проводились госиспытания. Однако тогда в силу ряда обстоятельств военные от машины отказались. Почему зарубили ее первый раз? Неправильно была названа, считает он. У всех сразу возникает вопрос, зачем нужен танк, если его еще нужно поддерживать. Если бы назвали просто машиной огневой поддержки, то она бы с лету прошла. Сейчас настолько стало много противотанковых средств, что наводчику-оператору надо смотреть за всеми танкоопасными целями, говорит Маслов. Не секрет, что вторую жизнь Терминатору дала военная операция в Сирии. Боевой Скорпион. У корпорации УФС есть и новые инженерные машины. Так, в прошлом году на форуме армия впервые была представлена БМП. Универсальная бронированная инженерная машина. Машина, которая пришла на смену существующим в войсках образцам. Универсальная бронированная инженерная машина. Источник изображения. Пресс-служба Уралвагонзавода. В настоящее время на вооружении нашей армии стоят машины различных типов и назначения, каждая из которых может решать лишь узко ограниченный круг задач. У БМЖ обладает возможностями сразу трех машин. БРЭМ – бронированная ремонтно-эвакуационная машина. ЭМР – инженерная машина разграждения. БМР – бронированная машина разминирования, а также путепрокладчиков. Она способна проложить дорогу войскам в минном поле под огнем противника. В том числе и на радиоактивно зараженной местности. Может проделать проходы в каменных и лесных завалах в среднепересеченной и горно-лесистой местности. Ключевое слово – универсальность. Наш опыт в Сирии показал, что не стоит забывать обо всех видах техники, в том числе и инженерной. Поэтому была поставлена задача и сделана универсальная инженерная машина, которая может выполнять задачи и как бульдозер, и как путепрокладчик. У него меняется оборудование, там можно и ковш прицепить. То есть мы одной машиной заменяем несколько, которые находились в инженерных подразделениях. Это существенное сокращение материальных ресурсов, которые тратятся в войсках на содержание техники Алексея Маслов. Генерал армии осталось только дождаться эту машину в войсках. После форума «Армия-2019» любим ушла на гостиспытания, которые планируются завершить в этом году. Испытания идут в соответствии с программой, утвержденной Министерством обороны РФ. Замечаний в текущем процессе нет, сообщил Маслов. Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С-38 Дерево ЦПВО. Источник изображения – Владислав Карпов, ТАСС. Что касается ее разновидностей, ТУВС ведет работу по проекту «Кинжал». Дистанционный боевой модуль с автоматической 57 мм пушкой был впервые продемонстрирован на форуме «Армия-2018» в составе боевой машины пехоты, БМП, Т-15 «Армата», вызвав немалый интерес среди участников и гостей форума. К этому модулю «Кинжал» проявляют интерес иностранные заказчики, он востребован. Но пока мы никому ничего не продаем, потому что пока работа над ним продолжается. Министр обороны каждый раз на выставке интересуется этим модулем, отметил генерал, отметив, что возможна установка его на «Курганец», универсальная средне-гусеничная платформа, на базе которой созданы БМП и БТР примечания. ТАСС. БМП Т-15 «Армата» с боевым модулем «Кинжал». Источник изображения – Минобороны России. По этим проектам мы находимся в рамках предварительных или начала государственных испытаний. Следующий год для корпорации будет прорывным в том плане, что мы завершим целую серию гасиспытаний, сообщил Маслов. Цветочная артиллерия. Однако корпорация ОУС – это не только танки и инженерные машины на их базе. Предприятиями разрабатывается и производится широкая линейка других сухопутных изделий, среди которых самоходные артиллерийские орудия 2С-19М, 2М-100С и 2С-35 «Коалиция СВ», тяжелая огнеметная система ТОС-1А, для войск РХБ защиты, самоходные минометные установки, ОКР-набросок, переносные и возимые минометы. Так, разрабатываемый по заказу Минобороны России в рамках проекта набросок самоходная артустановка «Флокс» и миномет «Дрок» находится на завершающей стадии предварительных испытаний, отметил Маслов. «Все идет в соответствии с планом. Есть контракт на их серийное изготовление», – добавил он, – модель самоходного артиллерийского орудия «Флокс». Источник изображения – пресс-служба Уралвагонзавода. Транспортная база у 120-мм орудия «Флокс» армейский бронеавтомобиль «Урал-4320» с колесной формулой 6Х6, а у 82-мм миномета «Дрок КамАЗ» – четырехколесный бронеавтомобиль «Тайфун ВДВ», что делает их не только мобильными, но и сверхпроходимыми. Главная их фишка – высокая мобильность, ведь они практически неуязвимы для противника. «Раньше минометчики всегда ездили в кузове, сейчас у них появился самоходный миномет с размещением боеприпаса и расчета в забронированном пространстве», – поясняет Маслов, отмечая, что подобные разработки имеются и за рубежом Израиля, ЮАР, Германии. Поэтому интерес к этому новому классу вооружения, позволяющему существенно повысить мобильность артиллерийских подразделений, огромный. Маслов также говорит, что среди специальной техники УВС ведет работы по двухзвенным транспортерным тягачам, боевым и обеспечивающим машинам на их базе ДТ-10ПМ, ДТ-30ПМ, ДТ-БТР, ОКР «Гусеница», а также гусеничная двухзвенная ремонтная эвакуационная машина ДТ-РМГД, ОКР «Эвакуатор ГМ», и некоторые другие. Реклама не нужна, а наши танки нужны. Совершенствование изделий вооружения и техники – процесс постоянный и необходимый. Поэтому для обеспечения необходимого паритета и превосходства над вероятным противником, по словам Маслова, в УВС прорабатываются вопросы оснащения перспективных изделий артиллерийскими установками повышенного могущества, моторно-трансмиссионными установками с эклектическими трансмиссиями и с применением элементов роботизации. Генеральный директор УВС Александр Потапов и министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения предприятия в Нижнем Тагиле. Источник изображения – Минобороны России. Да, сейчас в условиях, когда средства воздушной и космической разведки видят в реальном времени все перемещения, то, наверное, от Министерства обороны потребуется вносить какие-то изменения в боевые уставы или наставления по применению, полагает генерал. Возможно, придется меньше находиться всем подразделениям в районах сосредоточения, если, не дай бог, надо будет выполнять задачи по наступлению или в обороне. Наверное, надо будет иметь высокоскоростные машины с запасом топлива и мощности, чтобы они по команде быстро собирались в каком-то определенном районе, выполняли задачи и потом расходились. В мире появляются другие, более мощные и дальнобойные средства поражения, но это опять же вопрос к Министерству обороны. Мы, как промышленность, должны выполнять все эти требования, которые были заложены заказчиком, когда он заключал контракт на разработку боевой машины. Алексей Маслов, генерал армии. По его словам, современное состояние мирового рынка бронетанкового вооружения и техники характеризуется высоким спросом на танки. Это объясняется возрастанием роли БТВТ, бронетанковое вооружение и техника, в современных войнах и вооруженных конфликтах при решении боевых задач, свидетельством чего является опыт локальных войн последних десятилетий, подтверждаемый статистикой по количеству использовавшихся боевых бронированных машин, говорит генерал. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, наследный принц Абудаби, заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами УАЭШ Эйф Аль Нахаян, глава корпорации Ростех Сергей Чемизов, генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и специальный представитель УВС по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов на салоне IDEX. Источник изображения – Николай Новичков, ТАСС. Поэтому и вывоз бронетехники зарубежно-международные оружейные выставки с демонстрацией реальных образцов, как это было около пяти лет назад, не играет огромной роли, да и связан с высокими затратами. Наша техника зарекомендовала себя с положительной стороны в ходе последних вооруженных конфликтов, и лучшая реклама – это реальные боевые действия, где проявляется все ее качество – огневая мощь, подвижность и защищенность, говорит спецпредставитель УВС. В Сирии танк стрельнул, попал ли он, или в него попали, сразу видя ролик в социальных сетях. На танковом биатлоне машина разогналась до 80 километров в час. Что это? Тоже продвижение. На выставках мы не скромничаем, мы работаем. Мы показываем, что за этот промежуток времени достигли в техническом плане. Сейчас модернизационный потенциал УТ-72 очень высок. И мы разработали множество различных модификаций вооружения, защиты и управления. Заказчику, в зависимости от потребностей, нужно только сделать выбор. На рынке, когда на выставку приезжаешь, вопрос, нужны ли танки, не стоит. Ответ уже есть. Танки нужны. Танк Т-72Б-3. Источник изображения. Донат Сорокин, ТАСС. В завершение разговора Алексей Федорович от лица УВС и от себя лично поздравил действующих военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником. Успешно приумножая славные традиции старших поколений, сухопутные войска вносят весомый вклад в защиту национальных интересов России, а техника, разрабатываемая и производимая корпорацией, будет и дальше служить достижению этой цели, сказал он. Роман Азанов. Право на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.